Я думаю, что все знают Юрия Гагарина, первого космонавта. Но мало кто знает, что Юрий Гагарин написал письмо жене Валентине и дочкам Лене и Гале перед отлетом. Он знал, что ему предстоит очень опасное мероприятие, поэтому и написал прощальное письмо жене. Однако это послание она прочитала только через 7 лет после гибели мужа в авиакатастрофе 27 марта 1968 года. Вот и само письмо. Здравствуйте, мои милые, горячо любимые, Валечка, Леночка и Галочка. Решил вот вам написать несколько строк, чтобы поделиться с вами и разделить вместе ту радость и счастье, которые мне выпали сегодня. Сегодня правительственная комиссия решила послать меня в космос первым. Знаешь, дорогая Валюша, как я рад. Хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. А простому человеку доверили такую большую государственную задачу – проложить первую дорогу в космос. Но можно ли мечтать о большем? Ведь это история, это новая эра. Через день я должен стартовать. Вы в это время будете заниматься своими делами. Очень большая задача легла на мои плечи. Хотелось бы перед этим немного побыть с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы далеко. Тем не менее, я всегда чувствую вас рядом с собой. В технику я верю полностью. Она подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе шею. А здесь тоже может что-нибудь случиться. Но сам я пока в это не верю. Но если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь. И никто не гарантирован, что его завтра не сдавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек. Люби их, как я люблю. А вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменьких дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Вырасти людей, достойных нового общества, коммунизма. В это тебе поможет государство. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю. Да я не вправе этого делать. А что-то слишком траурное письмо получается. Я сам я в это не верю. Надеюсь, что это письмо ты никогда не увидишь. И мне будет стыдно перед тобой и самим собой за эту мимолетную слабость. Но если что-то случится, ты должна знать все это до конца. Я пока жил честно, правдиво, с пользой для людей. Хотя она была и небольшая. Когда-то, еще в детстве, прочитал слова Чкалова. Если быть, то быть первым. Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. Хочу, Валечка, посвятить этот полет людям нового общества, коммунизма, в которое мы уже вступаем. Нашей великой родине, нашей науке. Надеюсь, что через несколько дней мы опять будем вместе, будем счастливы. Валечка, ты, пожалуйста, не забывай о моих родителей. Если будет возможность, то помоги им в чем-нибудь. Передай им от меня большой привет. И пусть простят меня за то, что они об этом ничего не знали. Да и мне не положено было знать. Ну вот, кажется, и все. До свидания, мои родные. Я крепко-накрепко вас обнимаю и целую. С приветом! Ваш папа и Юра. 10.04.61 года